У кого спросить, где найти ответ, а ли есть тот выбор, а ли его нет. Распевка в раздевалке и смена образа за кулисами – последние приготовления к финалу регионального фестиваля молодых избирателей. Заявить о своей гражданской позиции во Всеволожск приехали 10 команд – лучшие из лучших. Мы сделали так, что теперь прошли три по территориям межрайонных тура, и это уже областной, где победители межрайонных туров. Стало быть и больше команд, больше возможностей у учебных заведений или от районов представить команду. И особенно важно, что этот фестиваль проходит в год больших выборов. Это выборы в Государственную думу и в законодательное соборо-Ленинградской области, которые стоят 18 сентября. Начали фестиваль, конечно, с выборов. Справедливо, путем жеребьевки участники сформировали очередность выступлений. И вас номер 8. А дальше началось. Формат фестиваля КВН позволил участникам доступно и нескучно высказать свое мнение по актуальным темам. Шутили об экологии, коррупции, о пенсиях и ЖКХ. А в апреле мусор будут вывозить волшебные феи. Я думаю, что оплата еще подорожает. Участники команды Всеволожского района примерили на себя роли халатных и нечистых на руку чиновников воображаемого правительства. У нас есть часть с шутками, есть серьезные обращения в зал с посылом, что на самом деле у нас все не так плохо. И мы показываем ту сторону, которая не должна быть. И для того, чтобы у нас были хорошие чиновники, для того, чтобы у нас активно голосовала молодежь, мы показываем, что может произойти, если человек не придет на выборы. Вопрос, почему я пойду на выборы, был лейтмотивом фестиваля, однако отвечать на него пришлось капитанам. Кто-то приготовил серьезные выступления с цитатами великих политиков, а кто-то устроил предвыборную кампанию. Наш капитан себя представляет как кандидата на выборы. Какой же у вас кандидат? Номер 91. Голосуйте. А пишите на мой номер? Ну, самый правильный, самый хороший, который в скобках не ворует. Помогает тоже в скобочках. Ну и хороший он у нас. Харизма кандидата от Лужского района не осталась незамеченной. Она принесла команде второе место. Третье заняли хозяева в Севоложце. А победителями фестиваля стали студенты Лисинского лесного колледжа. Эльмира Низамова, Тимур Юнусов, РУТВ, специально для 47-го канала. Он всегда решает быть ему... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова